Общее дело объединило на одной площадке ветеранов Великой Отечественной, Детей войны, солдатов-срочников и кадетов. В рамках ежегодного коллективного творческого дела в 4-й школе прошла патриотическая игра во славу Отечества. Основы военной подготовки демонстрируют четыре команды. Наряду с молодежью, кадетами, участниками военно-патриотического клуба «Отвага» и срочниками воинской части 12403 соревнуется команда ветеранов. Среди них Василий Самойлов, человек-легенда, так называют его в округе. Несколько дней назад Василию Петровичу исполнился 91 год. Общение с молодежью для него привычное дело, а главное ветеран Великой Отечественной уверен, такие мероприятия важны для патриотического воспитания ребят. В преддверии семиселетия победы вот такие соревнования и вообще соревнования очень нужны. Я всегда уважал людей в форме и считал, что люди в форме – защитники нашей Родины. И если молодежь, посмотрите, что мы ветераны, участвуем в всех этих мероприятиях, они сами не к детям, а даже ученики потянутся к этим соревнованиям. И будут достойными воинами нашей Родины. Участники патриотической игры демонстрируют меткость, скорость и сноровку. Девочки оказывают первую медицинскую помощь и наряду с мужчинами стреляют по мишеням. А вот сборкой и разборкой автоматов занимаются исключительно сильный пол. Для них воинов Отечества будущих или настоящих – это не конкурс, а возможность закрепить свои знания на практике. Раньше был ГСААФ, раньше были ГТО, нормы сдачи, это было все. Это способствовало освоению оружия, сборкой и разборкой. Тогда винтовок было, да. А потом, в первую очередь, конечно, у наших ребят должна быть дисциплина. Бо дисциплина будет очень хорошая служба. Кстати, патриотические мероприятия – не редкость в 4-й школе. В каждом празднику, каждой знаменательной дате ребята готовят подарки ветеранам, организуют творческие десанты. В таких мероприятиях воспитываются патриотические чувства, то есть, тем более, если с ветеранами дети видят пример. В каждом конкурсе есть свои победители. Во славу Отечества не стал исключением. Победителями в нем по заслугам стали ветераны. Для них учащиеся 4-й школы подготовили подарки, в том числе и творческие. Олег Танзийский, Ирина Цепетова, Сергей Качегов. Телеканал «Север». Правда «Север». Продолжение следует. Такимтизано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ек Ang의�ología Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова